Эпопея с избранием меры пресечения Давиду Побелеру в Днепре продолжается. Это участник перестрелки, напомню, в результате которой погибли двое бойцов АТО. Суд заседает уже четвертый день. Вначале задержанному инкриминировали умышленное убийство, теперь вымогательство. Чем закончилось сегодняшнее заседание, расскажет Елена Миндалюк. Суд подозреваемого привезла скорой, он чувствовал себя гораздо лучше, ей был в сознании перед началом заседания Побелер. Даже согласился на интервью, журналисты задавали вопросы на русском, а вот отвечал на них он, исключительно на иврите. Как утверждают адвокаты, это его родной язык, ни украинского, ни русского, он якобы не знает. При этом еще вчера Давид спокойно общался с нами на русском языке без акцента. Если вчера интересы Побелера представляли трое адвокатов, то сегодня их было уже четверо, и, видимо, свои гонорары они отрабатывают. Во всяком случае, вчера избрать подозреваемому меру пресечения по статье умышленного убийства судей не смогли и стекло, отведенное для этого время. Тогда его задержали по другой статье вымогательства на трое суток. Но и по этому обвинению меру пресечения Побелеру не избрали. Приглашенный переводчик взял самотвод. Я побаиваюсь за своих сил. Есть логовьи в вашей жизни? Прямых нет, но у меня бабушка состоит в еврейской общине. У меня дети учатся в еврейской организации. Теперь ищут нового переводчика. В сети продолжаются появляться подробности, связанные с участниками перестрелки. Например, как пишет одно из интернет-изданий, Эдуарда Саокяна не было на похоронах атошника Алексея Вагнера, погибшего во время вооруженного конфликта. Хотя тот приехал на так называемую стрелку, чтобы поддержать бизнесмена. В день похорону Эдуард Саокян женил сына Карена. Торжество проходило в ресторане на берегу Днепра. Через фейсбук мы связались с супругой Карена Ириной Кузьминой. Говорить что-либо на камеру она отказалась. Но в соцсети написала, что к свадьбе готовились полгода, а дата была утверждена больше месяца назад. Елена Медалюк, Евгений Корнецов, подробности, телеканал Интер, Днепр.